здравствуйте дорогие друзья добро пожаловать на трансляцию без косяков это сегодняшний девиз наш в принципе не знаю почему так происходит я не стримим два дня и как будто бы все сломалось все типа ну понятно что пандограф ты не стоит но это уже как бы известный факт к этому всегда был готов жаловался уже на этого вот ребят значит смотрите что у нас за день сегодня вы здесь до сети не здесь вот здесь все сюда смотри буду на что же день нас в начале планируем начата побаловаться новостями немного почитать расскажу что происходит в мире интересного и неинтересного и потом планируем наверное поиграть во что-то энное количество времени типа может быть героев или тип может быть доты и потом с появлением керми то чуть позже планировалось пойти поиграть в кастом попробовать кастом к варкрафта соответственно он говорил что это очень какая-то крутая штука нужно срочно собирать народ конечно если дерьмо то мы скипнем вот но судя по его реакции я так понял что это какая-то прикольная штука можно будет поиграть посмотрим 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 вот в принципе все больше мне добавить ничего и друзья единственно только стоит начать наверное рассказывать новости хотя нет давайте пока немножко поговорим ребят чуть-чуть чуть-чуть начать такое пришел сразу и четки новости что нет 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 без суеты без суеты сегодня не будет суеты как и всегда как дела ребят вообще погодка радует вас радует поговка поговка погодка а о карпентер здесь карпентеры жарко ну жарко да 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 блин ну а чё поделаешь вообще конечно не знаю мне богатому человеку очень особо на особо нет минусов погоды потому что кондиционеры везде соответственно стоят спасибо большое даник за риса бочку добр по желте обратно обратно добро пожаловать конечно в смысле ну за подарок за подарок ориза бочки спасибо ну вот но хочется конечно купаться купаться ребят хочется хочется волейбольчик купаться хочется вот это вот, ну, опять же, для богатых развлечений кататься на, в рексерфе тоже хочется. Ну, понимаете, да, вот это вот огонь, там, шашлычки какие-то, может быть, что-то вот это вот. Ага, ага. Да, так что, ребят, рекомендую всем, рекомендую всем зарабатывать больше денег и ставить кондиционер, и тогда проблемы с... Не будет тогда проблемы с жарой. Вот, если еще, ребят, какие-то вопросы, может быть, есть даже подсказать что-то надо. Вот. И вообще, ребят, надувай бассейн, хорошо. А-а-а! Перестримишь? Да, стримлю, здорово, стримлю. Вот. Значит, на улицу. Блин, ну, а на улице что, жарко? Надо просто раздеваться. Очевидно. Вот. И все. Да, тоже такой советик, хороший есть. Можно просто раздеться, и тогда не будет так жарко на улице. Ну, вообще, да, согласен. Иногда прям выходишь на улицу, что-то через две минуты весь мокрый уже. Жестко. Ребят, э-э-э, ну как, вообще, рассказывайте, откуда вы? Откуда? Кто, кто, откуда, ребят? Кто сейчас сидит где? Откуда? Из России, небось, все, да? Вот это вот. Ленинград, Орел, Киев, дома, из дома Владик, Казань, Казахстан, Сосква, Красноярск. Блин, а я, кстати, на самом деле думал, что, я смотрел по статистике, что большинство на стуле сидит. Карп, а, да, хорошо, понял. Одесса, Одесса, Пенза. Из Одессы, наверное, вряд ли люди жалуются на погоду, конечно. Блин, кстати, реально, вообще, довольно интересно, потому что я предполагал, что большинство из Москвы, я смотрел как-то статистику, и по городам, во-первых, там 70% зрителей было примерно из России, 70% вас, точнее, было, из России, и из них около половины из Москвы, казалось бы, а сейчас как будто бы прямо вот вообще у нас этих москалей нет, ну, кроме меня, естественно. Блин, ну, понятно, понятно, понятно. Прямо у нас тут география, значит, распределились, значит, по земному шару, получается. Это, ну, да, слушайте, это если вдруг начнется где-то, например, татаро-монгольское нашествие, второе, то мы, получается, какими-то сигналами, типа, разжиганием костров, например, да, у себя на доме, можем передать информацию куда-то далеко, если вдруг компьютер сломается. вот, ну, блин, да, классно, очень классно, очень круто. Просто все ВПН врубают московские, поэтому их реагируют, как москвичей. Да, блин, зачем это московский ВПН еще кому-то нужен? не понимаю. Если уж ВПН все подрубают, то он, вероятно, какой-то, мне кажется, европейский, потому что, опять же, не уверен, что это именно так работает на все 100%, но, по идее, маршрутизация может меняться немного, вот, а от Москвы все равно маршрут дерьма, по идее. Он, конечно, лучше, чем из, так, сейчас, из, из Новосибирска, например, да, но все равно. Ладно, дорогие друзья, ну что, будем потихонечку читать новости, смотреть. Мы вроде уже как бы, как бы и пообщались с вами, стали ближе, да, можно перейти к делу, так сказать. Или пока еще рано, вы скажите просто, я не чувствую, не чувствую связи этой сейчас, пока еще. Только пришел на стрим рано. Хорошо, продолжим. Так, это у меня варчрафт качается, будем чуть позже пробовать. Я еще думаю, во что поиграть, пойти, в какую компьютерную игру. С одной стороны, хотелось бы и в дотку немножечко расчехлиться, но не хотелось бы делать это одному. Ну, это типа, знаете, как вот это вот, как бухать. Вроде, ну, блин, с друзьями нормально. а что, можно и одному, вроде, ну, можно попробовать. Ну, конечно, вроде тоже не так плохо, но что-то кринжово все равно. Герыч, вот, возможно, игрушечка другая в герыче, а потом в, это самое, в кастомку. вот, там супер шорт, я думаю, что где-то через час, через полтора, как мы начнем, а может быть, даже и раньше, если соберется таки стак, попробуем в кастом в Варкрафте. откровенно говоря, я более не очень мотивирован собирать пати на какие-то мероприятия, но вот если получится сам, не знаю, горько выцепить, дотку поиграть, будет круто, я считаю. вот, значит, это есть, это есть. Так, значит, про погоду мы сказали, про город, про город тоже, да, про города, откуда там кто. Хорошо, блин, как мы еще не сблизились с вами после этого. Странная херня, конечно, странная. Вот у меня, на самом деле, никогда не получалось особо как-то с людьми, вот, знаете, с незнакомыми людьми, это мы-то с вами уже тысячу лет знакомы, Ну, в одну сторону, правда, с большинством, да, но тем не менее, а вот с новыми людьми, как начать правильно разговор, типа, да, о чем нужно говорить, какие нейтральные темы, чтобы потом, типа, перейти на разговоры какие-то следующего уровня. Вот этого тоже никогда не умел делать, абсолютно. Все-таки человек, который 19 тысяч лет играл в доту, в компьютер, там это не надо, там можно просто сразу нахуй послать, и разговор закончен в целом, а в жизни нужно общаться, получается, и тут вот это вот тоже, я сейчас все свои скиллы выкатил просто вот на показ сразу, суперударом, погода, и откуда ты, и все, а дальше, почему еще? Андрей, для поддержки связи с чатом. Расскажи, что ты думаешь про попитый Симпл Димпл? Хорошего стрима, дай бог здоровья. Спасибо большое, гусь, за совет тоже Симпл Димпл. Так, отлично, Симпл Димпл, Пушит Бабл, игрушка, антистресс, какие-то кубики, ну, пока, честно говоря, думаю, что в целом достаточно дешевая штука, можно на зоне за 200 рублей купить, вот, непонятно. Вот, ну, это да, это правильный скилл, есть же, вот, ну, как это, как это сказать, ребят, скажу, как есть, есть экстраверты, которые прям хотят общаться, что-то рассказывать, говорить, я, честно, вообще ни хера, ну, я прям не люблю о себе что-то рассказывать, говорить, как бы, с новым человеком, ты знаешь, ну, я просто, понимаете, немного у меня в связи с игрой в Доту 2, длительной, развилось критическое мышление, и я в целом знаю то, что моему собеседнику, с которым я недавно начал беседу, и раньше не проводил, глубоко насрать на все, что происходит у меня, на все то, что я думаю о чем-то, и так далее, поэтому я в целом сразу скипаю эти вещи, такое, ну, что, как погода к тебе, нормальная вроде, а откуда ты, какой город, и все, это ошибка, да это не ошибка, это правда, так и работает, ну, серьезно, а как иначе-то, я правда вообще, ну, честно, не знаю, для меня это очень все странно, как появилась вообще вот эта вот, культура общения со всеми, честно, я бы, я бы, вот, были бы, если бы люди типа меня только в мире, вообще бы никто с кем бы не, ни с кем не общался бы, я сейчас через силу, я понимаю, что так надо, что общество требует этого от меня, я когда выхожу из лифта, говорю, до свидания, я еду в лифт, в лифте, значит, вошли, соответственно, с человеком, на 12 этаж, вот эта вот дорога, ты такой смотришь куда-то не в его сторону, главное, подальше как-то, вы смотрите в разные стороны, и всю дорогу вверх, я себя накидываю, типа, давай, давай, сейчас скажем, сейчас скажем, блять, стрёмно, но сейчас, сейчас сделаем это, сейчас сделаем, сделаем это, и я выхожу первый, до свидания, и всё, и пошёл, и пошёл самец, потому что, потому что так решил, и так сделал, никто так не делает, да надо так делать, в смысле, надо так делать, потому что, ну, согласитесь, как будто бы, жизнь немного не продумала поездки в лифтах, да, типа, полная херня, совершенно не создаётся впечатление, что это естественно, вот, я, кстати, вот, с Митяем, с Лысым, если что, когда мы в первые разы, ехали в лифтах, я назвал его, как бы, вот он, он, он прям, как будто бы создан для этого, он прям крепко разъёбывал в лифте, всегда, какие приколюшечки, что-то там сказал, всё-таки веселятся, смеются, это прям, ну, это его, это как будто бы все лифты ему принадлежат, где, сейчас будет, сейчас будет, сейчас будет, сейчас будет, сначала поздороваться надо, иногда упускается этот момент, иногда упускается, не, ну, хотя с другой стороны, в любом случае, почти всегда говорю, здравствуйте, почти всегда говорю, здравствуйте, но почему-то мне не всегда в ответ то же самое говорят здорово кекс здравствуйте точнее вот еще момент такой то что чем меньше я чем дольше я не бреюсь и не стригусь да тем меньше мне говорят здравствуйте я ведь еще такой еду вот в этот в спортивной одежде притом вверх у меня и низ от разных спортивных костюмов все какое-то сальное непонятное волос не мытой иду такой здрасте ну прям реально когда еще зарос хорошенечко это я даже получается и зарос еще это я сейчас еще ухожен андрей рассматриваю ситуацию ты стоишь в лифте с трех людьми и кто-то пуклит твои действия и также ситуации что пукнул ты но случайно громко или ну вообще не думаю что со мной эта ситуация случилась и ну типа чего нужд блять стоять терпеть что пойдут в любом случае в любом случае тут надо просто затерпеть ну а чё что тут сделать что сделать слышно было всем да ну типа я уверен что никто ничего не скажет я уверен что только как бы истинный лидер которых очень мало в мире сможет что-то сказать потому что это какая ответственность получается прервать тишину и заметить что-то такое это может быть или лидер или бомж мне кажется такой ну типа сумасшедший бомж знаете который ну да говорить до свидания какой-то кореньш неуместно честно говоря но некоторые вообще из лифта я слышал когда выходят говорят еще спасибо не сам ну непонятно за что возможно ты из этой ситуации я так бы выкрутился но если бы не я пернул я был хотя горел спасибо да вот у рэдди хороший вариант ну ты выйти сказать до свидания ну да типа вежливый человек как бы нет но говорят что что естественно то прекрасно в целом то я согласен ладно так вот что хотел сказать еще один момент вот последнее время очень много женщины борются за равноправие вот и мужчинам так сказать вот это вот приходит запрета на ну не то чтобы запрет осуждение там в компаниях за хита домогательства за прошлое какие-то связи которые в итоге там эта история с этим забыл уже из доты комментатор австралийский тоби ван короче с тоби ваном который там 10 лет назад что-то склеил склеил какую-то чику на автопати в итоге она сказала что он ее там домогался бла-бла-бла все естественно ее поддержали какая-то смелая об этом говорить открыто это тоби ван пошел нахер вот и типа все мужиков очень сильно прессуют я считаю что в принципе тогда есть ответ женщинам потому что вот сегодня что произошло я значит хотя на студию в здании придано была женщина вот ну и как бы фишка такая что вот она уже заходят в в подъезд а я иду за нейте но мне туда же типа я не избавначе не подождал ничего просто я иду за ней она открывает дверь я иду за ней то есть гипотетически если я был бы без ключей вообще какой-то рандомный чел я бы также смог зайти туда и она значит остановилась в подъезде и дала мне пройти в лифт одному она значит прям типа засмотрелась куда-то типа мол почитала какие-то объявления а я значит она то есть получается назвала меня этим самым маньяком каким-то получается обидно между прочим был я считаю что женщин нужно запретить бояться мужиков которые сзади идут потому что это честно говоря прям очень сильно оскорбляет меня вот поэтому не знаю на мне кажется пора выклад выкатывать в ответ подобное обвинение потому что но это совершенно никак нет сама я ведь и доверь ей открыл типа все вроде сделал порядочно ну типа немножко личное пространство правда нарушил ее но близко дверь открыл прям но я что это 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 же это самое даже жизнь это же социум ну что за херня вот так что не знаю ребят мне кажется женщины конечно тоже иногда нас очень сильно прессуют вот и типа почему я должен чувствовать себя каким-то маньяком да и вот это вот постараться или обогнать кого-то или наоборот типа пропустить подъезд чтобы раздал бить ей вареник и тебе теперь так обидно что ты поделился со всеми этой историей но с намеком что ты не такой блин ну гусь ну ты чего у кого что болит я примерный семьянин между прочим любящий свою жену и никогда бы это самое не ничего такого что что такое наговариваешь на меня что же это сам это вот значит и это все это почему-то считается нормальным так а мы мы типа мы не сильный пол ничего подобного как оказалось мы такой же пол мы одинаковый пол равный и почему при этом равный пол должен значит вот это вот делать когда внезапно с дорожки сошел когда навстречу друг другу идете в подъезд такой ждешь пока люди пройдут ничего это такое вообще надо запретить на законодательном уровне типа подошел типа это что это вы меня это боитесь что для меня получается сейчас да ясно понятно козлиха однажды в лифте я запустил вонючего шептуна и началась жесточайшая игра в мафию меня вычислила только девушка потому что ей уже знаком этот аромат грязных грязно грязно привет ты знал что неприлично смотреть эротические сны а если они тебя сняться ты должен срочно проснуться иначе это не культурно да конечно спасибо же у меня насчет предыдущего у меня такая же херня с братом примерно было вот мы ехали в лифте в офисном здании там ну притом дайте такое офисное здание где в центре москвы все такие прям к культурные все такие социализированные в рубашках там и так далее предлагаю в ответ на такие ущемления мужчин сделать массовый челлендж входя с особью женского пола в лифт перед тем как выйти хорошенько ну про пердешь я смотрю прям понравилось вам надо андрюх наступил на 25 лет заметил что кожа уже никак у младенца закупился в панике кремов разных витаминок есть ли рекомендации на этот счет я честно по уходу за собой не совсем тот человек который я бы рекомендовал просто хотя бы раз неделю мыться этого хватает в целом так челик предлагаю ответ такие ощущения массовый чин перед тем как выйти хорошенько обздануть ну да типа а почему нет ну раз уж они так с нами той мы получается будем отвечать ей тоже им тоже такими этими самыми так ладно смотрите так что я говорю значит лифт офисное здание но и там все серьезные прям знаете это не то там сама атмосфера провоцирует твое серьезное лицо там ты приходишь значит там на ресепшены сидят женщины здравствуйте здравствуйте в какой в офис от такой то пожалуйста вот паспорт контроль прошел все все там как будто бы с папочками ты даже невольно осанку выпрямляешь когда находишься в таких местах но и в курсе наверно бывали вот и значит заходим в лифт соответственно с нами заходит какая-то женщина и еще женщина вроде как две женщины вот ну я начинаю слышать как говорят интеллигенты слышать некий знакомый мне прежде запах вот но при этом лицо брата тоже очень серьезная очень серьезная как и подобает так у меч и у всех у всех прям такое знаете очень серьезное лицо такое усиленно как будто они просто пытаются на вкус этот пердеж оценить типа все-таки прям собрал собрался кальсинь калька этот консилиум оценочный вот ну и мы приезжаем соответственно выходим просто я говорю брат отличная работа он горит андрей сменим думал будет ли так кое что ты бежишь на автобусы а перед тобой закрывают двери и ты делаешь вид что тебе не очень то и надо было так так когда я последний раз ездил на автобусе я же напомню что очень богатый человек какой нахер автобус вообще когда последний раз я ездил на автобусе ну до карантина очевидным ну не я думаю нет я просто добегал до двери передо мной закрывалась дверь и я расстраивался я прям ну я я не я не играл в крутого мужика в крутого чела я просто такой вот это вот не очень надо было она не было она не было такое если зашел в троллейбус видишь место а там еще врывается кто-то в дверь и прямо прыгает на это место садится и ты такой не очень-то хотелось видеть вот такое бывало такое бывало чтобы прям совсем не попасть в транспорт это обидно это обидно тут не не до серьезности какой-то так ну ладно ребят вот теперь мы немного познакомились получается да как бы сегодня у нас появилась связь мы поговорили о погоде мы значит узнали ских городов все да еще какая-то история тут я рек недавно вспоминал первый int когда вы проиграли команде из таиланда который до турнира тренировалась ботами считать что там произошло что-то странное что смел почему-то играл в миде но большое отмалчивался твоя версия то честно я в принципе то не могу вспомнить что там было конкретно да но была несерьезность была большая несерьезность смайл особенно несерьезно относился к этому турниру почему-то возможно не верил в призовой фонд возможно ему просто было по какой-то другой причине погибать вот но и на на тренировке когда мы в москве сидели в подвале тренировались к турниру за миллион долларов он проебывался конкретно очень уезжал там что-то по делам на день рождения кутить веселиться вот и наверное на турнире что подобное было я я не помню уже честно говоря я не помню так ладно ребят лад лад все все максимальная связь connect есть поехали несколько новостей они не очень в целом интересные веселые не доскал дерьмовые вот ну просто пожалуйста послушайте потому что больше делать мне нечего сейчас вот или если хотите уйти со стрима то просто звук выключите да но ссылочку оставьте пожалуйста этот открытую складочку вот ну плюс желательно от блок тоже отключите если можно спасибо большое о вор саратова свои грязные деньги выкидывает на шанс тт с лёхой жестко жестко как же ты выкидываешь блин вот кто ставки все выигрывает вор с саратов понятно у него там верняки сплошные похоже так ладно пиво марихуана и бык на версии на западе купоны десяток яиц в россии что предлагает в обмен на вакцинацию пока от коронавируса привились только 16 процентов населения власти стран и частные компании соревнуются в попытке привлечь людей к вакцине сша сербия другие страны значит от властей чтоб предлагают просто сравнение перечисления так сказать запада и нас бокал пива для жителей нью-джерсти старше 21 года пицца хумус кнафе для жителей тель-авива и холент тушеное мясо подавим в шаббат все знают значит лотерея с подарками в штате утар продежь в индии блин с подарком интересно что за подарки там есть ссылочка а это неизвестном языке мне написано выплата в размере трех тысяч динаров примерно 25 евро как оказалось для жителей сербии сербии старше 16 лет бык на вертеле и тушеная дичь это у нас в городе крагуевация в сербии подарочный сертификат 1000 иен около 10 долларов в японии 100 долларов для государственных служащих из мэрилэнда и жителей западной виржинии до 35 лет билет на выставку средневековых орудий пыток в замке дракулы в румынии такая вот еще интересная есть значит загогулина бонус за вакцинацию вообще конечно ну в румынии понятно там этими билетами некоторых в некоторых компаниях и зарплату выдают конечно за неимением другого в принципе так значит от частных компаний самокрутка с марихуаны для жителей мичигана старше 21 года при наличии медицинской страховки глазированные пончики от сети криспи крим пиво за 10 центов от пивоварни маркет гарден попкорн весом 1 и 2 килограмма розыгрыш 5 миллионов долларов подарочные карты посетителям бара в чикаго вот это у нас а тут еще не все кстати золотые украшения ваучеры выходной оплата часов бонусная карта в 50 евро для сотрудников супермаркетов эдека норд вот ну и россия ребят россия матушка то тоже не отстает мы тоже хотим чтобы люди вакцинировались и не умирали подарочная карта и промокод на 1000 рублей для жителей москвы старше 60 лет который может брать магазинах аптеков и кафе хорошее начало очень хорошее на 1000 рублей для жителей москвы нормально 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 правда даже старше 60 но тут чуть-чуть срезали получается население если там после 18 после 21 косячок то у нас пенсионеры получают так сказать плюшки ну хорошо значит выплата в размере 2000 рублей для людей старше 60 лет на чукотке и 1000 рублей в магаданской области ну вот как то так опять старше 60 не проходим к сожалению хотя стоп не факт ребят есть ли кто-нибудь в чате старше 60 лет могли бы плюсик поставить собираем информацию чуть-чуть то есть нормально проходим я уже насчитал кита 200 тысяч рублей вам хорошо в таком случае дорогие друзья вы бы еще получили если вы также проживать в хабаровском крае десяток яиц накануне пасхи правда исключительно можно получить вообще что это за такие уточнения значит если вы привьетесь то получите десяток яиц и все такие были ну ладно нормально можно будет несколько дней 6 утра есть кайф потом значит дальше для значит людей старше 60 лет и как бы уже минус получается 60 70 процентов людей потом дальше для жителей хабаровского края и уже как бы еще минус 95 процентов и вот остаются пять челов эти которые говорят но нормально завтрак яйца что это бекончик да тут хорошо будет и там еще приписка только накануне пасхи то есть как бы спасибо большое никому нихуя не достанется вот что хотели сказать нам в хабаровском крае скидки а значит в 16 кафе ресторанах и билеты на спортивные соревнования для жителей хабаровского края да тут конечно никаких пока что нет пометочек но возможно там тоже подвох есть скидки в 16 кафе и ресторанах и билеты на спортивные соревнования для жителей хабаровского края отлично до 2 выходных сохраним зарплату для работников государственных учреждений в якутии вот это хорошо прям это хорошо ребят я тоже против переработки вот рад за якутию за якутию рад очень значит розыгрыш квартиры и 10 смартфонов среди вакцинирующихся жителей уфы квартира 10 смартфонов блин а квартира в уфе она же примерно как 10 смартфонов и стоит вроде когда или в целом они перепутали возможно розыгрыш 10 квартир и одного смартфона супер приз смартфон для жителей уфы нормально скидка на туристические туры проси по россии для жителей тулы но это прям это лакшери туристические туры по россии ой 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 да прям прям в тулу захотелось прививочку сделать это же мы это самое куда можем нас это ну шо на на волгу можно мотануть значит да с мангальчиком шо можно это самое да я слышал что где-то в россии не уверен в каком регионе значит мужик сделал из деревни до из деревни как бы туристическую гостиницу куда люди стало быть должны приезжать и жить в ну деревянных соответственно их дерьмовых антуражных домах и чувствовать атмосферу пиздеца вот это вот прям наслаждаться и вы знаете я думаю что если так он там просто деревне там развалит там приходит какие-то люди из соседних деревней они там работают обустраивают типа все да вот и я думаю что в целом конечно для большинства жителей россии это не то чтобы прям какая-то экскурсия хорош это чистого дома ты сидишь и то же самое есть но если это круто разрекламировать мне кажется для запада какие-то американцы будут приезжать и говорить и русских как же вы так придумали то такие аттракционы делать болит круто они ведь еще любят очень ну не любят но тоже слышал про такие практики когда люди соответственно богатые известные на диван наряжаются бомжами и денечек на улице проводят их там все простите технические неполадки небольшие их все там соответственно оскорбляют все вспомнил слова пойдет пойдет нормально выкрутился вот оскорбляют значит ну вы поняли да я вот мне нельзя это слово сказать и я прям блять мне у меня мозг отказывается придумывать другое слово вы уже поняли наверное что я хочу сказать и он просто отказывается придумать синонимы андрей ворс саратова хочет кешбек баллов говорит его взломал сын и натыкал что-то кстати новости отменные отличный стрим зафа ловился спасибо большое спасибо сейчас у нас продолжим ворс саратов хочет блин таких в а как а как вернуть баллы вору саратова ладно ворс саратова давай так будь откровенны баллы ничего не дают их нельзя никак нормально использовать как мы поэтому нахер они в целом-то не нужны в общем-то поэтому ты уж извини но да я ору лада поэтому вернем раз они не нужны чем стоит ну да так ладно и короче все забыл уже чем я говорю поэтому в целом закончили вот такие вот у нас в россии тоже приколюшечки раздают ребят чтобы люди прививались не 16 процентов побольше и теперь важная новость дорогие друзья очень важная новость исследование работа более 55 часов в неделю приводит к сотням тысяч смертей ежегодно это не шутка это не шутка и не прикол воз предупреждает увеличение рабочей недели с 35 40 часов до 50 плюс часов включает риск смерти от болезней сердца вот поэтому дорогие друзья аккуратнее аккуратнее с этой сукой работой аккуратнее пожалуйста пандемия к вид 19 суббила проблему режим изоляцию увеличил длительность рабочей недели примерно на 10 процентов специалисты всемирной организации здравоохранения международной организации труда публиковали отчет о влиянии переработок на уровень смертности по их данным 55 и более рабочих часов в неделю по сравнению со стандартами 35 40 часов уносят сотни тысяч жизней ежегодно этот показатель растет с 2000 года дорогие друзья аккуратнее еще раз покажите это видео работодателю это не шутка причина в том что сверхурочная работа увеличивает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы в 2016 году такие заболевания вызванными переработками стали причиной смерти 745 тысяч человек из них 398 тысяч умерли от инсульта еще 347 тысяч от других сердечных болезней по сравнению с 2000 годом первый показатель вырос на 19 процентов второй на 40 до дорогие друзья эти печальные новости нужно озвучить чтобы вы были в курсе и постарались собраться и поехать сейчас на речку с пивасом и шашлыком это важно для вашего здоровья работаю 61 по 12 часов я скоро умру не факт что скоро но ты умрешь ты умрешь у меня плохая новость для тебя исследователи выявили фактор повышенного риска смерти от переработок при надежности к мужскому полу 72 процента смертей а длинные рабочие недели приходится на мужчин здесь тоже пахнет сексизмом честно говоря немного проживание в юго-восточной азии западной части тихого океана австралии ведь нам китай корея и так далее средний и пожилой возраст пришлось на промежуток 60 79 лет вот в общем дорогие друзья и не буду читать все это полностью хотя и так уже почти самую важную информацию передал аккуратнее аккуратнее ребята возьмите выходной прекратите работать хотя бы на секундочку одумайтесь одумайтесь ходите в магазин купите пивка себе венца ребят ребятушки сделайте какой-нибудь пиццу личку дома приготовьте посидите посмотрите стримчик например или фильм какой-нибудь одумайтесь одумайтесь не надо настолько не стоит он того не стоит она того не надо далее диамон недели парень из мема не хочу не буду который раскрыл личности рассказал себе спустя 10 лет после появления шутки же старый должен знать помидоры уже можно высаживать или еще подождать слушай я думаю что можно конечно же высаживать но вообще в идеале конечно парник сделать под них потому что ну сам понимаешь помидоры то тепло любит тепло помидор огурцы желательно все-таки в парнике их держать поэтому не поленись пленочку значит возьмись и деревяшки какой парничок все выстроить ну нормальненький да и собственно собственно это самое там помидорки посочнее будут сочнее удобрять тоже не забывай скорлупа яичная зола вот это вот все тоже не выкидывай просто а на грядочку на грядочку высыпал поливаем все соответственно в парничке на такой погоде прям но помидорки у тебя шикарные шикарные будут конечно так ну вот соответственно тут парень ну я думаю большинство уже понимает о чем речь если не понимает то внимание на экран дорогие друзья по этот вот чел соответственно высрался он не просто так а значит во первых он заявил о том что это он на меме и во вторых что он будет делать с этой информацией естественно продавать nft токен как уже сделали многие личности которые были мемами то есть вот например уважаемый смеющийся мексиканец который недавно ушел из мира сего мог бы тоже продать в целом nft токен на этот мем вот многие известные лица так и сделали так и делают вот и этот мужичок говорит я пожалуй продам nft токен почему бы и нет почему бы и нет действительно раз уж люди это покупают дерьмо то почему бы и нет следующая новость rkn не будет блокировать twitter слава богу слава богу пронесло пронесло ребят роскомнадзор завершил проверку и решил не блокировать twitter а также снять ограничение доступа фиксированных сетях сохранив замедление трафика на мобильных устройствах ведомство положила положительно оценила усилия twitter и сообщила что соцсеть удалила 91 процент запрещенной информации то есть прессанули то не хило получается ребят и все в порядке все порядке запрещенную информацию twitter понял что лучше с роскомнадзором да не спорить когда они уже все эти создатели эти работники твиттера выходили из дома на работу по 70 секунд из-за того что замедлено да поняли что лучше не спорить с роскомнадзором потому что они замедлят все все абсолютно и ну это не надо никому очевидно вот но не так все хорошо также роскомнадзор заявил что нашел запрещенный контент фейсбук и youtube вот так вот ребят ну и соответственно может замедлить их если фейсбук сегодня удалят это как знаете в конце этого фильма про то как роскомнадзор замедлял твиттер после титров значит это вот появилась сцена где роскомнадзор нашел значит на фейсбуке и ютюбе запрещенный контент и это намек на вторую серию и мы все такие ждем и японские ученые нашли у свиней и грызунов неожиданную способность друзья при экстренной необходимости они могут дышать через задний проход эту новость естественно я разверну и побольше информации мы хотим об этом узнать этому ученые из японии выяснили но откуда же еще что в условиях низкого содержания кислорода некоторые млекопитающие например грызуны и свиньи могут дышать с помощью заднего прохода они используют для этого кишечник этот механизм помогает животным выживать в экстремальных ситуациях и не повредить при этом жизненно важные органы доставка кислорода в организм может происходить вместе с поглощением жидкостей исследователи узнали о такой способности мышей и свиней в ходе эксперимента они создали для животных условия с критически низким уровнем кислорода а также построили специальную систему чтобы они могли дышать через прямую кишку без этой системы млекопитающие погибали бы уже через 11 минут но потребляя кислород через задний проход они выживали в 70 процентов случаев вот прекрасно особенно интересно как пришла идея человеку провести подобный опыт возможно возможно это просто знаете какие-то мелкие садисты которые типа давайте сейчас значит это самое без грызунов без кислорода оставим пускай все сдохнут там в банке да а на деле они что-то выживают и как-то ничего себе ничего себе вот дышать через задницу ну в целом в целом уверен что в критической ситуации критической ситуации я бы сам конечно с радостью бы открыл в себе какие-то подобные вещи возможно будет реально этот перк типа и грузнам и свингем был неизвестен открылся просто такие условия ну ты блин конечно да конечно да тут как бы как бы я конечно естественно не буду опускаться до вот таких вот шуток да но тут прям если бы я например бы играл в доту да и конечно тут сразу такая накручивается шутка про мать чью-то да как бы но естественно я это все не буду докручивать озвучивать это просто просто чьи-то мысли даже не мои даже не мои мысли в моей голове непонятно откуда они в будущем это открытие может помочь в разработке методик для поддержки тяжело больных людей с дыхательной недостаточностью это конечно хорошо уж это хорошо но опять же меня просто мне не очень понимаете по кто мог предположить типа блин а может ли кто-то дышать через задницу ну у нас есть один значит канал сверху да как бы сверху канал есть и получается снизу тоже но там по подольше путь но блин ну можно же через задницу попробовать я сам не буду но вот хомяк у меня есть может быть да да почему нет и просто придали какое-то оформление научное более-менее этой статье и вот пожалуйста информация у нас есть оказывается грызуны и свиньи могут дышать возможно и другие животные возможные люди просто с другими никто не пробовал чисто хомяк и свинья оказались в банке до этого больного чела и пожалуйста вот он информация так это из-за него про ёжика который научился дышать через задницу сел на пенёк и вздохнулся ну между прочим видимо да она ведь так и работает так и так и работает реклама кто-то услышал это в детстве по эту информацию и такой ну круто крутая шутка а потом вырос забыл уже что это услышал и его мозг выдал эту мысль за его собственную и он такой блин а если животное умеет дышать задницей она задохнется если сядь на пенёк и все понимаешь решил проверить и пожалуйста вот прорыв наука не стоит на месте ну и последняя информация у нас на сегодня дорогие друзья бывшая жена билла гейтса после развода гейтса было гейтса был билла гейтмана после развода получила акции на 3 миллиарда долларов возможно вызовет разные скажем так мнения разные эмоции сюда лут да чисто лутанула чуть там под постом сразу про то что фемки навалятся накинуться вот это вот то что вот женщина там отжимают деньги у мужиков рабочих вот это вот туда-сюда но не знаю не знаю дорогие друзья не знали мне судить не мне судить кто там прав кто там не прав сколько миллионов триллионов долларов но мне кажется мне кажется если половина твоих денег это 3 миллиарда долларов то у тебя после этого останется 3 миллиарда долларов вот и в целом мне кажется так насрать еще очень быстро напиться особенно если это будет теплый газированный самогон лучше не пробовать в домашних условиях блин спасибо большое патерон видимо дальнобойщик за рулем час едет и это самое ага ага вот но состояние 130 миллиардов они 3 не знаю о чем речь 3 акции на 3 миллиарда долларов типа если половина понимаешь что он соответственно него тоже есть акции имущество на 3 триллионы нет 3 миллиарда триллиона что многовато вот просто понимаете мне кажется ведь скорее всего он даже не заметит этого ну типа зачем вообще людям зачем человеку млекопитающему нужно столько денег что ты будешь с ними делать что что мы благотворительность это хорошо например как его зовут виталий секундочку 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 сейчас мне нужно найти до бутерин бутерин по-моему то ли бутерин это у нас основатель разработчик этериума самый молодой миллиардер начали какой шанс что билл гейтс спонсировал изучение дыхания через жопу поэтому от него ушла жена и это как то связано ну судя по всему 50 процентов примерно шанс на это спасибо большое вот значит он отдал значит криптовалюты суммой на 1 и 1 миллиард долларов как раз таки в фонд борьбы с коронавирусом в индии соответственно в индии там вообще пиздец происходит в плане коронавируса там людей сжигают на улицах трупы соответственно вот все очень плохо но понятное дело огромное население и очень серьезная бедность поэтому там все это очень тяжело проходит вот пожертвование великолепно блин огромный молодец супер крутой чел а здесь же типа внутри что что с ним можно делать но его благотворительность это круто этот хорошо это правильно если у тебя там очень много денег можно же как ты использовать на благо других но одному человеку что с ними делать совершенно непонятно совершенно непонятно мне кажется это в каком-то смысле даже убивает челлендж в жизни это как будто ты начинаешь играть в доту у тебя не 600 голды а у тебя сразу 40 тысяч например на не 40 давайте давайте хорошо не 40 тысяч ты там можешь некоторые шмотки не купить у тебя 3 миллиарда голды сразу ты начинаешь играть в доту у тебя вместо 600 голды 3 миллиарда голды или такой ну я что-то уже не знаю мне может не надо крипов добивать принципе то вот начинаешь так играть он типа хз я считаю что это отстой и детям тоже никакого челленджа им типа начинают тоже жить а у них три миллиарда голды и типа ну а чё отец блин а чё то там все вот это в индии от корона вирус умирают блин купили бы себе давно бы уже в какую-нибудь виллу и переехали бы из индии зачем они там тогда живут вот вопрос ну не знаю знаю не знаю наверно все таки это как челлендж для некоторых людей ты зарабатываешь деньги ты хочешь зарабатывать больше просто потому что эта цифра которая якобы показывает тебе твою успешность там твой импакт и так далее там подобное она наверно правильно то так человек устроен целом вот но тем не менее в один момент мне кажется можно так стоп 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 сейчас сколько времени сейчас 9 утра я проснулся в 9 утра чтобы что делать чтобы работать так подождите 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 работать 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 3 миллиарда долларов у меня есть может быть нахуй не надо мне больше никогда работать уже тоже вопросик вызывает plugs ну ладно что ж Поздравляем Мелиндо Гейтс за то, что получила. Притом, заметьте, здесь не используется слово «отсудила». Она получила. Возможно, на все по обоюдному согласию произошло. Ну что ж, да. Вот так вот эта пара, получается, разошлась. Разошлась. Это не так работает. Блин. Ну. Слушайте, я опять же, я очень богатый человек, но я не миллиардер. Я не могу понять, как это работает. Есть ли в чате миллиардеры, чтобы объяснить нам, ну, кроме человека, который написал, что это не так работает, чтобы объяснить, как это примерно. Так, есть, то есть. Все. Ну, я на месте. Хорошо, хорошо, хорошо. А, стоп. У него 186 миллиардов, он ей 3 дал. Блин, нормально. Блин, а плюс-то не заканчивается, мужики. Мужики, ну, нормально, нормально. Слушайте. А я, на самом деле, всегда знал, что у меня на стриме аудитория, она с башкой. Она с головой. Она с головой, ребят. Я всегда знал. Потому что и шутки у меня, знаете, тонкие, интересные в целом. И высказывания, и игры крутые, главное, очень всегда на стриме. Вот. Поэтому я знал, что не могут меня смотреть нищие, а как бы, ну, все при бабках, конечно. Ну, с головой, как следствие, при бабках-то. В кошелек, ну, нечесть смотреть, разумеется, я не буду, ребят. Простите. Так, ладно, ну что ж, дорогие друзья. Я тоже хочу быть миллиардером. Хотя, на самом деле, нет, я не хочу быть миллиардером. Мне кажется, если ты миллиардер в России, то ты можешь сдохнуть очень быстро. Не хочу быть миллиардером, ребят, но хочу быть уверенным миллионером. Поэтому давайте будем переходить к следующей нашей активности. Следующая наша активность, это будем, значит, в лото играть. Ну, это прикол. Это прикол, ребят. Это прикол, который моя аудитория миллиардеров воспримет на ура. Вот. Прикольнется такая, повеселится. И мы перейдем к следующей активности. Дорогие друзья, это, значит, это кастомку. Сейчас будем пробовать играть. Там что-то уже собирается потихонечку. Кармик на месте. Алло.